Спасибо большое, Аделья Фёдоровна. Принимают участие наши коллеги с большим интересом. Мы работали в течение первой половины дня, и с нами на связи ещё один ученик, который себя считает учеником, Иоанн Владимирович Андреас Эйберт. Он, надеюсь, уже подключился и с нами принимает участие в сегодняшней конференции. И я хочу сказать, что это большая честь сегодня поделиться тем опытом, который есть в нашем отделении. Но, говоря о сегодняшних достижениях, конечно, они строятся на определённых фундаментальных взглядах, к инициации которых относится Иоанн Владимирович. Но вот наиболее цитируемые до сегодняшнего дня опубликованные им результаты научно-исследовательской работы, которые касаются представления о патогенетических вариантах развития злокачественного заболевания эндометрия, позволили не только взглянуть на эту проблему с точки зрения этиопатогенеза, но, по сути дела, разработать лечебную стратегию. И на сегодняшний день, наряду с возможностью консервативного лечения этого заболевания, и сегодня запланирован доклад по этому направлению, конечно, лечение этого заболевания с точки зрения хирургии не имеет никаких альтернатив, и стандарт выполнения пангистроктомии с выполнением различного уровня лимфодисекции является основным методом лечения. За последние, наверное, десятилетия огромная дискуссия, и, может быть, те инновации, которых мы коснёмся сегодня, они касаются, конечно, выбора оперативного доступа, и сегодня у нас появились уже возможности использования малоинвазивного доступа, ну и, конечно, открытый доступ является на сегодняшний день стандартной процедурой и также используется в нашей практике. Ну, почему сегодня дискуссия? Дискуссия, может быть, уже в какой-то степени и устоялась, поскольку на сегодняшний день мы знаем то, что открытая хирургия, к сожалению, для нашей категории пациентов, а это пациенты старшего возраста, пациенты с коморбидными состояниями, к сожалению, обладает определенными осложнениями, которые, по сути дела, могут реализоваться в последующем уже наблюдении за пациентами. И, к сожалению, такие факторы, как ожирение, как возраст пациентки, высокая коморбидность в ряде случаев при открытом доступе становятся невозможны, и мы начинаем обсуждать определенные альтернативные методы лечения этих больных. Лапароскопия, если говорить о её опыте в лечении доброкачественных опухолей, характеризуется рядом преимуществ, не буду на этом останавливаться, но, конечно, прежде всего для нас интересны возможности ранней реабилитации этих больных. Сегодня технологически, конечно, использование и в современных видах хирургической энергии, это лучшие возможности визуализации, позволили активно использовать и внедрить эту методику в лечение онкогинекологических заболеваний. Мы сегодня с коллегами во время хирургического вмешательства обсуждали, по сути дела, основные этапы организации малоинвазивной хирургии в лечении онкогинекологических заболеваний. Это эргономика операционная, это положение пациентки на операционном столе, это использование различных систем для профилактики статических осложнений в послеоперационном периоде. И на сегодня мы знаем уже и эргономически стандартные подходы к установке рабочих инструментов. Мы сегодня видели преимущество использования маточного манипулятора, который позволяет облегчить методику гистроктомии и предотвратить различные интероперационные и послеоперационные осложнения. Ну и методика эта, она на сегодняшний день доказана по своей безопасности использования во время хирургического лечения. Если говорить о малоинвазивном доступе, мы выделяем несколько важных этапов этой хирургии. Это, прежде всего, эргономика, установка манипуляторов, установка тракаров. Это выполнение лимфоаденоктомии или, так скажем, этапа хирургического стадирования. Ну и мобилизация связочного аппарата матки, который предшествует гистроктомии. Ну вот, если сегодня посмотреть на опыт работы нашего отделения, мы эндовидеохирургией стали заниматься в 2010 году. И я хотел бы, на самом деле, сегодня в рамках сегодняшней юбилейной конференции сказать истинные слова признательности за тот период. Мы начинали эту работу под руководством Сергея Яновича Максимова, и первые были операции, инициированные в 2010 году. Ну и идеологам я сегодня хочу об этом сказать, конечно, этого направления. Оно было тогда очень дискутабельно и очень сложным, и вы, наверное, застали этот период. Но вот при поддержке Адели Федоровны мы, на самом деле, смогли это направление не только начать, это большой успех, но и продолжить. На сегодняшний день, по сути дела, более 90% пациенток раком эндометрия, они у нас оперируются преимущественно с использованием малоинвазивного доступа. И вот первое диссертационное исследование, которое было защищено под руководством нашего отделения, Екатерина Александровна Некрасова, как раз-таки показало преимущество этой методики в лечении больных раком эндометрии. Вы видите, да, по сравнению с открытой хирургией, это пациенты, которые характеризовались минимальными интраоперационными осложнениями, послеоперационными осложнениями. Это пациенты, у которых достаточно активно восстанавливался послеоперационный период. И на тот период мы проанализировали свои собственные результаты в отношении онкологических результатов. Лапароскопический доступ не ухудшал безрецидивную и общую выживаемость этой группы пациентов. Конечно, большая проблема для больных раком эндометрии – это пациенты с коморбидными состояниями, пациенты с ожирением. Практически у 20% больных послеоперационный период осложняется различными осложнениями. Одним из них – это инфекционно-воспалительные осложнения. И для этих больных, безусловно, выбор имеет уже, собственно, непосредственное значение с точки зрения их возможности выживания. И, опять-таки, в рамках нашего отделения мы активно стали использовать лапароскопический доступ у пациенток с избыточной массой тела. И вы видите у пациенток с достаточно высокими показателями индекса массы тела с различными формами морбидного ожирения. И у нас был аспирант нашего отделения, доктор Амиджон Бахтиерович Сапаров, который обобщил результаты использования лапароскопического доступа. И вы видите, практически в 80% случаев нам удавалось выполнить оптимальный объем хирургического лечения, который включал выполнение не только пангистроктомии, но и выполнение лимфодиссекции, что, безусловно, улучшало стадирование этих больных и принятие решения о необходимости адювантной терапии. А далее, конечно, для нас была интересная группа пациентов старшего возраста, старше 70 лет. И Юрий Николаевич Трифонов возглавил это направление под руководством Елены Санны Ульрих. Мы проанализировали возможности эндовидеохирургического доступа для этой категории больных. Обратите внимание, это пациенты с достаточно высоким индексом коморбидности, с тяжелыми соматическими осложнениями. Практически индекс ЧАСТОНа у этих больных составлял более 7, что, собственно, обусловливало высокие ансиологические риски. И это больные, у которых, помимо всего прочего, как раз-таки в большей степени, в большем проценте случаев наблюдались пациенты с высоким риском метастазирования. То есть это группа больных, у которых необходимо выполнение не только стандартного объема лечения пангистроктомии, но это пациенты, у которых мы выполняли полное хирургическое стадирование. Ну и проанализировав свои результаты, мы увидели хорошие онкологические результаты для этих больных, и у этих больных нам удавалось выполнить полный объем. Внедряя малоинвазивную хирургию, мы с вами прошли все этапы от внедрения новых методик. На сегодняшний день существуют уже опубликованные рандомизированные исследования, которые показывают сопоставимые результаты, онкологические результаты у больных, в группе которых мы выполняли минимальноинвазивную хирургию и при открытой хирургии. И на сегодняшний день минимальноинвазивная хирургия является методом выбора, и надо отдать должное, на сегодняшний день преимущества этого вида хирургии, они отражаются и в наших национальных рекомендациях, которые мы с вами сейчас руководствуемся в работе. Еще одна очень дискуссионная проблема – это проблема лимфодиссекции у больных раком эндометрия. И если обратить внимание, то для больных с низким промежуточным риском метастазирования, по сути дела, это стадирующая операция, которая направлена только лишь на выявление возможного метастатического заболевания. И, конечно, это лечебная процедура для пациенток с высоким риском метастазирования. Опять-таки, если посмотреть на результаты, на опыт работы отделения, занимаясь глубоко детально проблемами рака эндометрия, обратите внимание, в 1976 году в монографии «Метастазы рака матки» были изложены основные факторы риска метастатического поражения лимфатических узлов и, по сути дела, были определены показания для выполнения лимфоденоктомии. И если посмотреть на сегодняшний день, то, по большому счету, мы, собственно говоря, имеем те же самые принципы выявления факторов риска метастазирования. И, по сути дела, единственное, только мы сейчас выделяем несколько различных групп по метастатическому поражению лимфатических узлов. Это группа низкого риска, группа высокого риска и группа промежуточного риска метастазирования. Какие проблемы в этом отношении существуют? Казалось бы, во всех клинических рекомендациях для группы низкого риска, по сути дела, стандартом является выполнение интерфасциальной гистроктомии. Но вот если посмотреть на опубликованные данные, для этой, казалось бы, благоприятной категории группы больных риск метастатических поражений лимфатических узлов составляет около 6%. Сегодня мы с вами и во время операции дискутировали, какую лимфоаденоктомию нужно делать. И вот существуют публикации, которые показывают при выявлении или при анализе более 20 лимфатических узлов гистологической верификации, вернее, возможность выявления метастатических узлов увеличивается, то есть качество стандирования улучшается. На сегодняшний день нет абсолютно никаких у нас с вами конкретных рекомендаций, сколько должно быть исследовано лимфатических узлов для стандирования рака эндометрия. Существуют рекомендации не менее 6, существуют рекомендации не менее 10, но, говоря сегодня, если мы говорим о большем количестве удаленных лимфатических узлов, это, к сожалению, большие проблемы для наших пациентов, связанные с наличием лимфокист, связанные с наличием лимфостазов, лимфедем. И если говорить о низком риске метастазирования, конечно, это достаточно большая коморбидная ситуация. Сегодня мы с вами дискутируем о том, какую лимфоаденоктомию нужно выполнять больным раком эндометрия. Тазовую, тазовую, поясничную. И, конечно, сегодня, безусловно, это этапы стандирования, которые зависят еще и от качества хирургии. Эффективность лимфодиссекции, если посмотреть, она еще и зависит обусловлено и фактором пациента, конституциональными особенностями, а в ряде случаев коморбидное ожирение является противопоказанием для этого. Ну и следующее, мы сегодня с вами говорим, эффективность стандирования – это поиск хотя бы одного метастатически измененного лимфатического узла, то есть локализация. И вот здесь тоже очень большая проблема. И, кстати, она была очень поднята под руководством Яна Лавиновича Бохмана, его учениками, во всяком случае, Борис Васильевич Васильев, работал над проблемой лимфографии. И обратите внимание, на сегодняшний день нет какого-либо отдельного пути метастазирования рака эндометрия. Это единая система лимфатическая, которая сопровождает кровеносные сосуды, и, по сути дела, лимфоток осуществляется по трем основным каналам – вентральный, передний и дорзальный. И вторая проблема – это, конечно, частота метастазирования при раке эндометрия. Но прежде всего, конечно, мы говорим сейчас о эндометриоидных формах. Обратите внимание, и в монографиях Яна Лавиновича это было показано, частота метастатического изменения в тазовых узлах составляет не более 9%. А если посмотреть сегодня на риск изолированного метастатического поражения паратальной зоны, она составляет менее 1,5%. Ну и вот, складывая эти цифры, мы прекрасно с вами понимаем, насколько нужно в 90% случаев удалять тазовые паратальные лимфатические узлы в поисках одного только метастатического, и тем более, как мы с вами понимаем, что это может быть совершенно разная локализация. Сегодня мы, и сегодня мы с вами в операционной работали, мы видели технику детекции сигнального лимфатического узла. И в этом направлении еще в 2019 году было защищено диссертационное исследование в нашем отделении. Заур Намигович Ибрагимов автором стал этой диссертации, где мы опробировали технику детекции сигнальных узлов. Вы видите стромальное введение томротропного препарата, вы видите характерное свечение детекции сигнального лимфатического узла, и уже, по сути дела, в режиме реального времени у нас есть возможность выполнить его детекцию, его удаление, и с последующим уже патоморфологическим достаточно подробным исследованием. У нас уже достаточно большой опыт, опыт более 300 операций, и мы можем поделиться всеми проблемами и положительными сторонами этой методики. Но прежде всего методика инфракрасном спектре изучения сигнальных лимфатических узлов достаточно эффективна. Обратите внимание, практически более 85% это возможность детекции выявления сигнальных лимфатических узлов. Чаще всего это билатеральное свечение, и если посмотреть по локализации сигнальных лимфатических узлов, наиболее частой локализацией является тазовая группа, практически более 70%. В 14% случаев это локализация в области наружных подвздошных артерий до бифуркации аорты, и в нашем исследовании менее 1% мы видели первые сигнальные лимфатические узлы в пароортальной зоне. Сейчас очень много появилось публикаций, мы прошли через крупные исследования, метаанализы, публикации собственных данных, и на сегодняшний день методика детекции сигнальных узлов не только сопоставима со стандартной классической лимфодисекцией, но она позволяет практически на 5% улучшить стадирование заболеваний. Прежде всего это касается выявления так называемых малых форм метастатического заболевания, микрометастазирования. Мы сегодня говорим уже об диагностике изолированных опухолевых клеток и пытаемся понять, насколько это прагностически важный период. Но вот те рандомизированные исследования, которые сегодня уже опубликованы, показывают о эффективности онкологической у больных, у которых используется только методика детекции сигнальных лимфатических узлов. Эта методика, безусловно, интересна у пациентов с ожирением, и она позволяет, собственно говоря, эффективно стадировать это заболевание, не ухудшая их интероперационное состояние. И на сегодняшний день уже рядом наших коллег зарубежных методика биопсии сигнального лимфатического узла уже в течение последних трех лет является стандартной методикой для стадирования больных раком эндометрия. И если посмотреть на нашу сегодняшнюю действительность, ну, сегодня уже можно сказать определенный позитивный шаг вперед. Во всяком случае, уже опубликованы клинические рекомендации нашего общества «Русска», в которых методика детекции сигнального лимфатического узла рекомендована для больных промежуточного риска метастазирования рака эндометрия. Ну, и я надеюсь, Лев Андреевич еще с нами, потому что он у нас является основным председателем нашей комиссии. Такая же опция сохранится в рекомендациях общества АОР, которое будет опубликовано в 2023 году. Сегодня лапароскопия хирургии рака эндометрия является методом выбора. И, конечно, современные возможности визуализации делают эту методику более эффективной, позволяющей снизить интероперационные осложнения, послеоперационные осложнения. И на этом я хотел бы поблагодарить еще раз вас за внимание и с большим удовольствием продолжим сегодня конференцию и завтра. Спасибо. Продолжение следует...